Добрый день уважаемые трейдеры сегодня у нас 21 сентября 2017 года с вами академия трейдинга инвестиций меня зовут Гаценко Андрей и сегодня проведу небольшой видео обзор рыночной ситуации на рынке форекс и на сырье а также осмотрим вчерашние новости которые очень здорово сдвинули курсы различных валют так графики да значит первое что нам интересно это будет у нас евро доллар который здорово обвалился что приятно что все пошло по моему прогнозу и доллар укрепился пробив такую гигантскую натяжку про которые вчера рассказывал все покупатели получили по стопам не все есть те которые спрятались за минимумом вот этим в районе 18.55 я думаю что с большой вероятностью мы сюда придем чуть раньше чуть позже но цена здесь будет в том числе потому что если вы гляните внимательно на четырехчасовый таймфрейм у нас классическая голова плечи да все это видят прекрасно и будет шортить как потерпевшие в эту зону и пробой уже вот этой площадке он я думаю тоже с большой вероятностью скоро приор по четырех часам у нас находится здесь в принципе верхняя граница шортов на понижение то есть с какой точки надо уже будет смотреть но цель это цель по шортам на третью волну ну в 1.18.200 соответственно от текущих цен это потенциал 100 пунктов нормальный вчера были хорошие новости по доллару соответственно объективно можно шортить в их сторону что еще хочу сказать евро как вы в курсе уже очень-очень перекуплено да мы находимся на дне просто на нереальных хаях был гигантский тренд просто какие-то тысячи пунктов даже по четырех знаков вот и вчерашние новости могли вынудить тех кто стоял в лангах в том числе и крыть свои ланги по евро переходя в бакси это логично зафиксится по лучшим ценам на основе какого-то хорошего фундамента соответственно по еврику на шортовый сценарий можно искать откатные уровни либо поддержки сопротивления либо плотности которые набили вот и собственно брать шорты на соточку вниз что дальше у золотишку та же самая ситуация но дело в том что по золото это все движение пришлось золото уже принципе падала будь здоров да к этому моменту уже 500 пунктов по четырех знаку и что интересно кстати мой мои линии по плану те что я показывал вчера они все остались то есть прогноз также отработал дело в том что золото по золото есть хороший уровень мы прямо сейчас на нем стоим чуть чуть ниже 1300 долларов за унцию понятно что очень интересно бы от этого уровня купить но пока фундамент не скажем так не на нашей стороне то есть скорее всего это будет еще пробойчик то есть те кто сейчас купят получит еще по стопам пунктов на 100 это будет ложный пробой и после ложного пробоя если будет пита закупочные импульсы к тому времени уже евре к я думаю от тестит вот эту зону вот и если вы золотой покупатель то сделать это можно объективно от этого уровня уже допустим на трешечку третью волну именно от этого наверх то есть не сейчас потому что не очень объективно хотя бы хотя бы дождаться там внутреннего бара если он останется тогда уже работать от него я имею ввиду на дневку в принципе сегодня уже кита импульсы даже на минуточках уже проходили добычи импульс откат я уже пытался покупать от микро приора брать третью волну мы но мы даже перехай не сделали но видно время еще не то посмотрим как откроется америка так ну британчик британчика шартовая тоже модель он обновил своих а я также отмечу что британец очень перекупленный нереальный просто гипер тренд у него был последнее время да он улетел просто на 8000 пунктов по пятизнаку и обновил как вы знаете брэкситовский флэд после брэкситовский да стоим сейчас выше соответственно вчерашние вот эти все импульсы связаны конечно с долларом а не с фунтом я вчера рекомендовал также шортить британца на вот эту площадку так же как и все инструменты вот сейчас также можно рассчитывать на третью волну от импульса цель обычные уровни поддержки сопротивления который фунт очень-очень любит соответственно запас хода также там на полторы соточки по четыре знака вполне себе реальный что дальше нефтяночка нефтяночка стоит в какой-то зоне нереального накопления шортить в этой зоне я бы не рекомендовал по каким-то дневным сетапом у нас прослеживается пока такой вяло текущий бычий тренд это конечно все здорово но силы я здесь уже не вижу если вернуться в такие такой масштаб я бы рекомендовал те кто хочет продать нефть следить за трендовым трендовыми линиями следить за обязательно следить за приорами нефть очень хорошо отрабатывает приорчики вот такие визе то есть накопление внесходящей тенденции импульс тест сверху и космос такие микроприоры я здесь рисовал вот соответственно микроприор для всего накопления это будет вот эта линия соответственно если нефть ее хорошо продавит то можно будет с теста ловить третью волну и заработать кучу денег так собственно что океана там же было так газ газ по газу у нас максим полуяктов обычно рассказывают по газу такая тоже легкая обычая тенденция газ и последнее время не торгую что хватает золото евро фунт нефти поэтому газ оставим максимум еще один момент это то что меня просили разобрать вчерашние новости как они выходили как можно было объективно зайти я посмотрю тут уже шортил вот наблюдал что как происходит так давайте глянем сейчас уберу видео сюда примерно так я подготовил для вас еврик золото и иену я всегда смотрю новости по баксу в таком режиме я обязательно смотрю куда кто забрасывает первые первые импульсы почему так иена у меня выглядит так же как и золото потому что фьючерс иены это перевернутый инструмент и фактически все что я смотрю это то есть красное движение это все усиление доллара значит что произошло на 20 секундном графике все очень четко видно вчера у нас были протоколы фомки процентная ставка которые пока не изменили но уже к тому есть предпосылки первый импульс 20 секундный на всех баксовых инструментах был одинаковый то есть импульсы вниз сначала вниз потом вверх и мы остались внизу то есть первый импульс был нижним я в принципе на это был готов именно по золоту почему потому что золото перед новостями набило площадку вот такую если вы видите перед новостями площадки из большой вероятности не будет первый импульс был вот сюда вот соответственно я из этих площадок забрал вот этот тейк профит она сразу вернулась и остановилась соответственно это было вот здесь да здесь площадку не видно потому что 20 секунд поэтому для торговли на новостях нужно использовать минимум два монитора то есть здесь вы ничего не увидите золото стреляно вниз забрало мой тейк все вернулось назад и я стал следить за динамикой бакса после уже первых секунд было понятно особенно после вот этой остановки что раз два три четыре пять раз два три четыре пять на пятой свече евро уже подошла к минимуму золото остановилась возле минимума а иена уже его его пробила соответственно нужно брать самый недооцененный инструмент в этом случае это было золото и шортить его как минимум на пробой новостного импульса за которым стоят 100 покупателей соответственно нужно взять импульс ну и так далее вниз соответственно вы просто из трех выбираете тот который недооценен больше соответственно работаете в сторону бывают что допустим дело в том что их ведут разные маркетмейкеры и если задача маркетмейкеров забрать какую-то ликвидность то нужно брать тот инструмент где разводка отчетче выражена и вчера именно по еврику был такой момент интересный опять же если мы откроем график то вы увидите что золото да кинула сначала вниз потом вышла наверх и не обновила хай дня это конечно очень странно но в то же самое время по евро доллару был заброс после первого импульса вниз был заброс наверх с обновлением площадки это здорово на самом деле и в этом плане еврик был более любопытен чем золото то есть евро вот этим шпилем она обновляла хай дня а золото после заброса вниз хай дня не обновил соответственно после первого дрыга да вот этого можно было сказать что у евро было больше шансов пойти как минимум на перелой да это уже там 70 пунктов чем на кстати не 70 30 30 пунктов минимум на перелой то есть первая цель чем на золоте вот таким образом я сделал взял первый импульс по золоту потом зашел в еврик и держал собственно уже до до цели по которым которым метил да то есть первый второй выход и сейчас уже еврик начинает засыпать на бычки и сейчас мы пойдем вот сюда 70 пунктов ну может сегодня завтра цена здесь будет большой вероятностью в принципе вот таким образом я делаю на новостях то есть фактически иена у меня как поводырек я собственно выбираю либо еврик торговать либо золото что более интересное либо по паттерну захват ликвидности либо по давлению вчера давления не было каких-то горизонтальных площадок все валилось поэтому я работал в эту сторону в принципе на этом все с вами был гоценко андрей академия трейдинга инвестиций ставьте лайки подписывайтесь на наш канал всем хорошей торговли и напоминаю что завтра у нас выступление драги сегодня конечно откатной денечек вот на завтра четверг так извиняюсь не сегодня четверг извиняюсь да сегодня четверг да вчера вот фонки сегодня четверг и кроме новостей по иене а также доклад кредитно-денежной политики очень интересная новость у нас вечером вот смотрите 16-30 выступления головы дцб драги не факт конечно что он вообще выйдет вот очень многие думают что если новости есть значит он обязательно будет какие-то движения отслеживайте новости через своих поставщиков новостей онлайн до лента новостей и следите выйдет ли он или нет и собственно сравнивайте начало его речи с каким-то первым импульсом чтобы отработать там третью волну например уже в микромире все всем спасибо до новых встреч профитов и пока и 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